Здравствуйте, дорогие коллеги! Мой доклад называется Аргумент Псалиев Как в доказательстве колесничной природы Повозок Синташты и Петровки Аллах Доклад мой будет полемический И в рамках полемики В ответе на наш обзыв На второй сом истории Южного Урала Под названием Южный Урал В начале эпохи металлов Бронзовый век Игорь Владимирович Чужков Пишет, что мы якобы Отмахиваемся от такого важного Элемента колесничного комплекса Как Псалии, кое-то известно Уже более 270 на территории Северной Евразии И десятки на Балканах Сводку у Сучука Он предлагает посмотреть А также от вопроса о следах Сработанности на Псалиях и механизмах Их плывем Кстати, вот там на стендах Псалии Бронзового века Кто хочет посмотреть, что это такое Они там присутствуют Однако в списке использованной литературы К нашему отзыву упомянута книга Эталон колесничного погребения К динаме приводится заключение ряда специалистов Именно по Псалиям степи и лесостепи эпохи Бронз Известный палеонтрополог Косинцев Цитирую Весьма вероятно, что население абашевской культуры Не использовало колесницы А использовало только упряжь В состав которой входили Псалии В том числе аналогичные тем Что использовались и для запряжки в колеснице Николай Борисов-Виноградов Автор раскопок Кривого озера Древнейшие синташтинские погребения с колесными ямками Даже со следами стив Строгие доказательства принадлежности Псалиев Исключительно упряжек колесничных коней Пока отсутствуют Кайзер Использование уздечки лошадей Рационально при дистанционном управлении То есть когда они запрягались в повозку Либо колеснице И наконец саму сачук Используются щитковые и желобчатые Псалии одинаково Безусловно щитковые Псалии с шипами Больше подходят для колесничной запряжки Тем более для боевого применения колесниц Но эти же Псалии Наряду с желобчатыми Могут применяться и к верховой лошади Широково Дает определение Псалиев Как приспособление применяться в севу прижи При управлении транспортным средством Повозкой либо колесницей Это щитковые Псалии с шипами Имеющие различные формы щитка И методоподействия к ремням оголовья Но тем не менее Владимир Александрович Мы можем там показывать Там древнейшие Псалии Вот как раз фотография очень хорошего Николая Борисовича Виноградова Это щитковые Псалии с шипами Имеющие различные формы щитка И методоподействия к ремням оголовья Но тем не менее Относящиеся к единой функциональной категории Все перечисленные типы Псалиев Применялись для управления лошади Запряженные в повозку или колесницу Очень крупный наш реконструктор Кандидат наук Игорь Владиславович Горощук В рецензии на эталон колесничного погребения указывает Ссылка на якобы незнание авторам проблемы Псалиев Дисковидные Псалии с шипами Конструкция, кстати, весьма хрупкая На основании наличия шипов Объявляются непременным атрибутом Управления лошадьми в колеснице С непониманием того, что без металлических удил Единственным средством управления повозки с дышлом Является Псалией Во всяком случае, иных способов запряжки Кроме Ермая Псалиев В повозке с дышлом археология не знает Косвенно этот факт подтверждает то, что при появлении металлических удил Необходимость в Псалиях, как элементах управления, отпадает Если можно, там еще дальше Потому что есть разный вариант еще Есть разное количество шипов Разная форма щитка Но это вот речь идет как раз о мобильном кривом озере Наоборот, криво озеро одни из самых древних сантажетов Это криво озеро Криво озеро 21 век до н.э. Можно еще дальше Псалии применялись в эпоху бронзы В узде верховых видов И в упряжке двухколесных дышловых полозок Причем следы сработанности Псалиев При применении в двухколесных дышловых полозках разных классов То есть стоячих, сидячих, лежачих, полулежачих и платформенных Научно не дифференцированных Что не позволяет читать Псалии в погребениях Заместителями именно и исключительно колесниц Кому принципу Паспрототу Часть вместо целого Пример применения Псалиев в упряжках Сидячих и дышловых двухколесных полозок эпохи бронзы Содержится в эталоне колесничного погребения Относительно Чашенских находок Там стереть с погреба Эти легкие двухколесные полозки Вряд ли могли использоваться в качестве боевых колесниц Этому препятствовал их неглубокий открытый спереди кузов Конструкция которого позволяла не стоять, а только сидеть И прямое дышло, затруднявшая маневренность В то же время присутствие в тех же курганах конских черепах Взмузданных литыми двусуставными уделами С дисковидными апсалиями Свидетельствует, что для тяги здесь используются ложные Теперь изучим по диссертации Кандидата исторических наук Игоря Владимировича Чучушкова Суть его эксперимента С созданными ножовкой по металлу Высокооборотным шлифовальным станком То есть болгаркой И электродрелью Репликами синташтинских псалев Цитирую его диссертацию Экспериментальная гипотеза заключалась в том Что сработанность трензинных То есть центральных отверстий на репликах Полученная в результате использования Будет аналогичной следам эксплуатации На древних псалях Контргипотеза предполагала, что сработанность Будет принципиально иной Что опровергнет использование псалев Как средство управления лошадь То есть Игорь Владимирович не ставит задачу Выявить дифференцирующие признаки видов сработанности Появляющиеся при использовании псалев В разных типах параконных, дышных, двухколесных полозах Стоячих, сидячих, лежачих и полулежачих Не говоря уже о платформах Без настройки, если таковые имели место быть А для этого было необходимо провести Экспериментальные заезды На всех этих типах параконных, дышных, двухколесных полозах Вместо этого Игорь Владимирович Для апробации реплик псалев Цитирую его дальше В пилотном исследовании Можно там вот Дальше будут фотографии из его диссертации Еще, еще, еще Вот, это первая и вторая Это прямо из его диссертации Значит, вместо этого Для апробации реплик псалев В пилотном исследовании Оголовье применялось Как средство управления верховым конем Это вот первая перед этим фотография А в последующих фазах работы Конь запрягался дуговым способом Вот В двухколесную повозку Как видите, она сидячая Лошадь работала в оголовье с псалями В одноконной упряжке Одноконная упряжка Летом и осенью в двухколке Двухколесная Сидячая положение возницы Указывает диссертант Зимой в санях А также под всадником И дальше фраза Характер сработанности псалев Принципиально не зависит от того Одноконная запряжка Или параконная Однако в связи с высказанными Василенко сомнениями В 2008 году считаем Что мысль нуждается В дополнительном изучении Но дополнительного изучения Так пройдено и не было То есть вдумайтесь Для доказательства функциональности псалев Синташты Петровки Аллатуля В упряжках параконных Дышловых двухколесных повозок Чичушков провел эксперименты С их репликами В узде верховых коней И упряжи одноконных повозок Не только двухколесных С оглоблями, а не с дышлым Но и с полозьями Можно ли сильнее исказить Саму сущность экспериментального метода В археологических науках Итоги эксперимента Чичушкова таковы Цитирую здесь остатку Тарасологический анализ Зафиксировал многочисленные следы Использования На экспериментальных репликах Аналогичные древним Сработанность трензийных отверстий На репликах В целом аналогична Следам использования На древних артефактах На этом цикл экспериментов С репликами щитковых псалев Выход эпохи бронзы Северной Евразии Мы считаем оконченным Тарасологический анализ реплик Зафиксировал следы Сработанности А сравнение с древними Экземплярами Показало, что Сработанность трензийных отверстий На репликах Аналогична следам От использования на псалях То есть получается Что фактически Своим экспериментом Игорь Владимирович Доказал, что Взятый им за образец Оригинальные псалии Эпохи бронзы Применялись В упряжи Одноконных Оглобильных Повозок На двухколесах И полозьях А не Параконных Дышловых Двухколесных Повозок Стоячего Сидячего Полулежачего Лежачего Или платформного Типа Ведь он не прислушался К данному ему За три года До защиты Диссертации Кандидата Исторических Наук Совета Донецкого Археолога Василенко В своих Экспериментах Использует Не одноконную Упряжку А упряжку Двухколы С методологической Точки зрения Эксперимент Чичушкова С репликами Псалиев Следует считать Испорченным С самого его Начала Исключительным Использованием Одноконной Оглобильной Повозки Все выводы Относительно Параконных Дышловых Двухколесных Повозок Сделанные На основании Этого эксперимента Являются Вне всякого Сомнения Научно Методологически Недостоверными Согласно Самому Чичушкову Цитирую По публикациям Зачастую Невозможно Определить Характер Сработанности И других Повреждений Его примечания Так Дело обстоит Например С псалиями Из Семташкинского Комплекса Еще Анатолий Дмитриевич Пряхин И Владимир Иванович Беседин Указывают Значительная Часть псалиев Ныне Публикуется В виде Подчас Весьма Схематичных Рисунков Без Сколько Нибудь Подробного Описания Иногда Опускаются Важные Конструктивные Детали Не говоря Уже О следах Использования По Чичушкову Псалии С шипами Лучше Подходят Для жесткого Управления Именно И только Колесничной Упряжкой Однако Это Во-первых Строго Научно Не доказано А во-вторых По тому же Усучуку Это крупняч Специалист По Псалиям У нас В СНГ Иляхову Возможны Иные Объяснения Шипастости Либо Бесшипности Псалиев Разные Псалии С шипами И без Представляли С собой Части Разных По строгости Средств Управления Применяемых К разным По степени Обученности Лошадям Строгость И жесткость Управления Лошадьми Можно было Варьировать В широких Приделях Шчушков Говорит О якобы Не учете Нами Большой серии Псалиев С интенсивной Сработанностью На территорию Тартыша До Балкана Однако Далеко Не все Из более 300 Упоминаемых Им Псалиев Опубликованы Так что У них Можно изучить Следы Сработанности Другие Повреждены Либо фрагментированы Тут тоже есть Кстати Поврежденные Фрагментированы Третьи Не имеют Следов Сработанности Четвертые Созданы Для узды Верховых Лошадей А не для Упряжки Повозок Пятые Символические Это например Синташтинские Роговые Псалии Как указывает Николай Борис Виноградов С нарочито С нарочито Приостренными Шипами Явно Непригодны Для реактивного Использования Вот там Дальше Будет Следующее Еще Вот Или там Будут Шипы Вот Тут даже Подписано Приостренные Шипы То есть их Невозможно Использовать Потому что Сразу Сильнейшая Травма Лошадь Получает Она просто Взбесится Это Символические Псалии Ненастоящие Для символизации По принципу Парс протота Именно Дышлого Транспортного Средства На параконной Тяге В могиле Необходимо Обнаружить Сразу Две Пары Парных Левых И правых Псалиев По одному Набору Для каждого Из двух Упрежных Коней Такие Случаи Бывают Не часто Но бывает Но Даже при этом Определить Символизируемый Псалиями Тип параконной Нельзя без дополнительных Данных Об устройстве Ее конструкции То есть Кузова Бортов Перил Передней Настройки Итак Псалии Со следами Сработанности На данном Этапе Развития Археологии Нельзя считать Дифференцирующим Критерием Позволяющим Отличать Друг от друга Различные Классы Параконных Двухколесных Дышлых Повозок Стоячие Включая Настоящие Колесницы Сидячие Полулежачие Лежачие Как утверждает Сам Чичушков Среды Сработанности На псалиях Не позволяют Считать Их Маркером Отличающим Параконные Дышлые Двухколесные Повозки От одноконных Оглобинных Двухколесных И с полозьями Он пишет Характер Сработанности Псалиев Принципиально Не зависит От того Одноконная Запряжка Или параконная То есть Колесница Перед нами Или вообще Сидячая Полозка Наличие Строгих Псалиев Шипами Мы объясняем Не исключительным Использованием Лошадей В колесничной Упряжке А ранней Стадии Приучения Полудиких Степных Лошадей К работе В упряжке Вообще После выведения Послушных И легче Приучаемых К работе В упряжке Пород лошадей Строгие Шиповные Псалии Продолжают Использовать При первичном Обучении Молодых Наровистых Посадей Таким образом Аргумент Псалия Не может быть Использован В качестве Доказательства Исключительно Колесничной Природой Параконных Дышловых Двухколесных Повозок Синташты Петровки Алакуя На этом у меня Вопросы Пожалуйста Вопросы А вот критерии Такие Есть Параконы Чем они Должны Отвечаться Я На прошлой Конференции Выступал И Показывал Какие возможны Варианты Интерпретации Поградений С колесными Ямками Синташты Петровки Алакуя Опубликован Доклад На виде Канале YouTube Выложен Видеодоклад Можно это все Посмотреть Там подробно Больше стоят В двух словах На самом деле Параконные Повозки Бывают Четырех Классов Как я это Сейчас вот себе Вижу Стоячие Сидячие Лежачие Полулежачие Я их как бы Считаю Как один класс И платформенные На которых нет Просто никакой Настройки А кто выделил Лежачие Выделял Их собственно говоря Я последние Четыре года Я занимаюсь Изучением Очень тесно Этой проблематики Опубликован Ряд монографий И опубликованы Четыре тома Корпуса Колесниц Древнего мира Предполагается Что будет Издано Еще шестом Это все Взято Из конкретных Раскопок Это взято Из конкретных Изображений Колесниц Евразии Бронзового века И раннего Железного века Начиная с территории Дальнего Востока И заканчивая Атлантикой Сейчас У меня изучено Опубликовано В том или ином виде Уже около Четырех тысяч Изображений И древнейших Остатков Колесниц Все Еще есть вопросы? Нет вопросов Спасибо Спасибо